Приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала, с вами вампир и я начинаю проходить игру под названием Command & Concur for Tiberian Twilight. Итак, игра вышла в 2010 году и сюжет игры повествует о последнем этапе войны между Братством Нот и Глобальным Советом Безопасности. И давайте поговорим немного о геймплее. Геймплей в Command & Concur for Tiberian Twilight больше не следует принципам сбора ресурсов, которые использовались в прошлых играх серии. Игрок должен захватывать узлы контроля, рассеянные по всей карте и контролировать их в большем количестве, чем противник. В игре есть две играемые фракции, это ГСБ и Братство Нот, ну и конечно не забыли о фракции скрины. В игре они могут присутствовать, но к сожалению ими невозможно управлять или вообще играть, скажем так. Также в игре присутствует возможность совместное прохождение кампании. Но буду проходить я один, так что я думаю давайте начнем. Итак, начать игру. Так, один игрок, да, новая игра. Да, и вот мы начинаем кампанию за ГСБ. В историческое время. Впервые человечество приблизилось к решению проблемы Тиберия. Впервые мы видим как ГТ и Енот работают вместе ради одной цели. 15 лет прошло с тех пор, как Кейн впервые... Довольно просто. Тацит поведал нам о Тиберии намного больше, чем мы могли себе вообразить. Все? Управлять Тиберием? Да не, я лучше пойду. Когда сеть будет запущена на 100%, мы сможем остановить рост кристаллов даже в наиболее зараженных территориях. При этом мы будем по-прежнему использовать Тиберий для добычи энергии. Тихоокеанский узел практически готов, но ГТИ опасается терактов со стороны экстремистов Братства Нот. Кейн... Кейн публично заявил, что не одобряет действия радикалов и что он никак не связан с Гидеоном и его сподвижниками. Останься со мной. Я покажу тебе мир непохожий... Отвлекись на минутку, пожалуйста. Знаю, тебе не терпится вернуться, но, по-моему, еще слишком рано. А еще я... Я так скучаю, когда ты на службе. А ты отлично выглядишь. Шрамов почти незаметно. И мне так приятно, что ты тоже можешь меня видеть. Ладно, заканчивайте. Привет, Лили. Ты со мной поедешь или как? Нет, останусь здесь и помогу ему освоиться. Очень жаль. Церемония обещает быть грандиозной. Ну и ладно. Покажите-ка глаза. Молодец я все-таки. Имплантаты в порядке, сигнал четкий. Командор, доктор, мы ждем вас. Уже иду, полковник. Иди, я буду в кают-компании. Посмотрю с другими семьями. Начинаем. Сэр, я хотел вам сказать, что был на Мафусаиле. Я вам жизнью обязан. Спасибо, сержант Нэш. Внимание всем. Уверен, многие из вас помнят командора еще по службе во время прошлогодней войны. Мы считали его погибшим, однако он снова в строю. Благодаря оптическим имплантатам доктора Паскаля. Не волнуйтесь, это безопасно. В центре СКТ их используют не один месяц. Если все пойдет по плану, импланты получат все бойцы. Вольно. Ваше присутствие поднимет боевой дух, ребят. Итак, наша задача защитить автоколонну с важной шишкой. По данным разведки, боевиков нот рядом нет, но лучше быть на чеку. Вот плавно мы переходим к игре. Активация последнего узла СКТ в Новое Адане привлекла внимание многих влиятельных лиц. Да-да, все понятно. Все, не гунди, начать игру. Сейчас мы еще поговорим об игре. Так, начало-конца. Это первая миссия, она такая будет обучающая, как я помню. Добро пожаловать. Командер, я здесь, чтобы познакомить вас с нашим новейшим боевым интерфейсом. Давайте начнем с приказов. Они поступают прямо из штаба и появляются в верхней части экрана. Вот здесь. Так, задача найти конвой важной персоны. Это хорошо, мы сейчас найдем. Игра... Пляха-муха. Вам приказано найти конвой и сопроводить его. Хорошая возможность ознакомиться со способами управления обзором. А теперь вам нужно найти конвой. Ты можешь хоть на секунду заткнуться? Игра полностью изменена. То есть, допустим, мы даже сравним ее еще с третьей частью. Вообще, это разные игры. То есть, игра вообще практически не схожа. Серии команд. Вообще разные. Так что, многим эта игра не понравится. Мне, честно говоря, не понравилась. Но я ее прохожу ради вас, опять же. И хочу узнать сюжет. Потому что я игру ни разу не проходил. То есть, ну так, немного поиграл, узнал о ней. И... Вот теперь хочу пройти всю. И узнать весь сюжет. Что там будет дальше. И самое, что мне вообще здесь как бы взбесило. Здесь поставили... Как их называют? Очки командования. То есть, здесь ограничения войск. То есть, сколько... Короче, бесконечно вы войска не можете строить. Это вот обидно очень. Ресурсы здесь добывать вы не будете. Я это уже сказал в начале. Здания строить вы тоже их здесь не будете. Их убрали вообще. Здесь появился... Как сейчас назову его? Краулер. Это такой... Скажем так, передвижной МСЦ. Ну, сейчас вы все увидите. Давайте, я думаю, приступим. Вот он наш конвой. Это конвой, который мы защищаем. Скоро мы с ним встретимся. Мы можем развернуть наши войска неподалеку. В так называемой зоне высадки. Угу. Итак, найти конвой важной персоны. Задание выполнено. Ну, вот он, эта зона. Дислокация. Я правильно понимаю? В левом нижнем углу вашего экрана находится карта. Мигающий маркер отмечает зону высадки. Теперь переместите обзор к зоне высадки. Переместил. Так, развернуть МСЦ. Вот сейчас нам, по идее... В верхнем правом углу мини-карты находится кнопка развертывания войск. Нажмите ее. Выберите наступательный класс. Хорошо. Только помолчи секунду. Давайте теперь поговорим про краулеры. Их тут три вида. Они раздроблены в три класса, скажем так. Это оборонительный. Оборонительный он сфокусирован на тренировке пехот, на постройке всяких оборонительных пушек и так далее. Ну, задача этого класса обороны позиций, скажем так. Краулер передвигается на колесах, как вы видите, изображено. Наступательный. Наступательный краулер сосредоточен на боевой технике. Задача этого класса активные боевые действия и захват стратегических точек. По сравнению с этим краулером, видите, на колесах ездит. Этот ходит на ногах, как бы это глупо не сказано. Ну, назовем его шагающий краулер. И третий краулер. Это краулер класс поддержка. Он сосредоточен на воздушном бою и специализирован на транспортных средствах, чтобы пересечь окружающую среду. Задача этого класса поддержка наземных войск авиации. Ну, то есть, грубо говоря, скажем, он будет строить вам авиацию. Но в данный момент нам приказано построить наступательный... Вернее, не построить, а призвать сюда наступательный краулер. Наведите курсор на зону высадки для размещения краулера. Ну вот, нам прислали. МКП седьмого поколения, или просто краулер. Это новейший мобильный командный пункт ГДИ. Потренируйтесь в передвижении по местности. Вот, видите. Краулер мобилен, но в любом месте может быть превращен в строительный комплекс. Попробуйте его развернуть. Вот, видите. И он превращается в башу, скажем так. Да уберите эту хрень. Да я понял. Раз, два, три. Нам сказали три. Вот, все. Вот они, очки командования. Вот, то есть, я сейчас три построю, и все. Мне нельзя больше строить. Их в большом, к сожалению. Так, все. Задание выполнено. По идее. Сворачиваем его. Если что-то там со звуком будет тихо или громко, во второй серии исправим. Так, вы можете отдавать приказы сразу нескольким боевым единицам, используйте групповое выделение. Блин, я это понял. А, или клавишику. Чтобы продолжить, вам нужно уничтожить эти камни. Отдайте приказ вашим подразделениям. Нет, через чур тихо. Я это чувствую прекрасно. Звук... Звук-эффекты вот. Вот так, я думаю, будет получше. Давайте попробуем. Ну, чуть-то лучше. Хотя, все равно, кажется, что тихо, мне кажется. Отлично, командор. С возвращением в строй. Отправляйтесь за конвоем, работа не ждет. Понял. Поехали. Конвои. Это миссия обучающая, так что тут будет, я думаю, несложно. Тут нас будут обучать, рассказывать об этой игре. Так, все, встретились с конвоем. Приветствую, командор. Кейн. Вам не сообщили, что придется защищать мой конвой? Что ж, будьте на связи. Я вот не понял, Кейн, что ли, сейчас за ГСБ, что ли? Или мне так просто кажется, может. Так, все, погнали его. Вот на карте я вижу вот красные точки, то есть, я как понимаю, это противники, и... Атаковать их можно? Гидеон убедил многих в братстве, что я враг. Не удивляйтесь, если они нанесут нам визит. Угу. Странно, атаковать нельзя, но автоматом мои войска атакуют их. Очень странно. Да блин, два раза кулок, чтобы всех выделить, но... Ага, и резко напали на нас. Отбиваемся. Это довольно простые войска, какая-то пехота, я гляжу. И... Какие-то вертолеты, что ли, не знаю. Ну, стреляй что-то, не можешь, что ли? Блин, как вот это убрать? Неплохо. Но не расслабляйтесь, это были всего лишь разведчики. Так, видите, нам стал доступен еще один танк, давайте... Построим его. Также три, по-моему, да? Это танк-охотник, он эффективен против средней техники, может атаковать лишь наземные цели. Средняя броня, уязвим для орудий. Так, 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 куда поехал, друг мой? Поехали. Ну, игра, честно говоря, мне не особо впечатлила. Блин, нельзя было сделать, то что-то вроде третьей части, ну, там что-нибудь придумали бы, нет, они как-то вот... Все похреново мы сделали, вообще обновили игру. Фу, я считаю, она стала хуже. Так, ты че встал? Задача защитить конвой, ну. А почему конвой стоит-то? Конвой. Почему-то конвой стоит, не знаю. Встал и стоить не едет. А вот, все, поехал. Ой-ой-ой. Ихняя боевая техника на нас напала. Только как-то она странно себя ведет, не стреляет как-то. Так же, как видите, юниты могут повышать свой ранг, это они, я бы сказал бы, к радости не убрали. Слава богу. А то, если бы убрали, было бы хреново. Не, конвой, я не думаю, что разрушат. Хотя... Да не, не должны разрушить. Так, юнитов можно, как я помню, починить с помощью инженеров. Может быть, с помощью еще чего-то, я вот только не знаю. Гидеон вновь отказал нам в любезности. Командор, разделайтесь с этими негодяями. Обелиски. Вообще изменены, как видите. Ой, опять атакуют нас. Так. Оно нефиг. Еще, видите, появился один юнит. Сейчас мы его обязательно построим. Вот перебьем только вот эту мелочку зато. Давайте построим. Опять же, три, я как поняла, можно. Это называется удар. Он эффективен против построек. Может атаковать лишь наземные цели. Понятно. То есть, его эффективно против вот всяких оборонительных пушек использовать. Блин, как бы починить тебе, друг мой. Боюсь никак. Давай-ка ты тогда стоишь где-нибудь там. Не будешь вступать в бой. А вот мы, ребята, все пойдем в атаку. Блин, да как мне это окошко убрать? Мешает оно. И, наверное, вам тоже, конечно. Честно, не знаю, как убрать его. Не, сейчас не настолько они какие-то сильные обелиски. В третьем, в третьей части обелиск был способен уничтожить танк с одного удара, как я помню. А тут, блин, как-то... Хреново, конечно, игру сделали. Я не буду врать. Но все-таки хочется пройти и узнать сюжет. Впечатляет, командор. Ваше мастерство будет отмечено. Поверьте, мы еще встретимся. Конечно, встретимся. И, по идее, на этом миссии, по-моему, закончено. Сейчас будет, да? У кого-то проблемы? Да, все, победа. Вторую миссию я вообще не помню. Может, даже не играл, кстати. Так что... Сейчас будем смотреть. Так, опыт... Ладно, погнали дальше. Сказала бы, молодцы. Но мы защищали убийцу. Надо было оставить Кейна гореть в огне. Мэм, у нас генерал Рикс на связи. Соединяйте. Полковник, ваш доклад. Сукин сын даже спасибо не сказал. Он черпнет вам пару строк. Послушайте. Сепаратисты Гидеона готовы напасть на усил связи СКТ. Это в паре миль от Новой Аданы. Смело, даже для Гидеона. Установите курс. Мы выступаем, сэр. Центральный узел СКТ только что поступил сигнал тревоги из узла, расположенного в пустыне у Новой Аданы. Сведения довольно скудны, но мы предполагаем, что это дело рук сепаратистов Гидеона. Выясните, что там происходит. При необходимости можете применять силу. Хорошо. Командер, замечены силы Гидеона. Они готовят атаку на узел СКТ. Ваша задача защитить его и усмирить фанатиков. Хорошо. Так, на этот раз нам только доступен оборонительный класс. Напомню вам, видите, на колесах передвигается. Так же может разворачиваться, но все то же самое. Так, это и есть, что ли, узел, я как понял, да? Я просто действительно сам игру практически не знаю, что я так удивляться буду или что-то не знать. Уж извините. Действительно, у меня это, можешь сказать, первый раз. Так, давайте разворачиваемся. Наша задача, походу, оборон тут выстроить, да? Ракетная башня, очки командования 6. Обалдели, что ли? Вот так, значит, он ставится. Так, ну, три, я думаю, будет достаточно, да? Ой, а я заказываю еще хорошую. Все. Ай, блин, а вот краулер, по-моему, может только инженерам. Чинить, вот, то есть, или... Или нет. Ну, то есть, не как вы брали там гаечный ключ и чинили. Нет, 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 тут не так. Так, бункер. Кстати, надо бункер построить. Парочку, я думаю. А, ну, бункер, по-моему, туда сажать пехоту. Да, можно пехоту сажать. Так, все, нам уже один не нужен. Или что, нам два обязательно надо, что ли? Строительство завершено. Необходимо больше очков с командой. Да, я вижу очки энергии. Блин, может как-то продать. Построить бункер, разместить его в указанном месте. А, его именно надо было... Блях, муха, да кто знал, что именно там его надо... То есть, вот так. Так, теперь разместите пехоту в бункер. Хорошо. Пока нам доступны только три вида юнитов. Это защитник, сокрушитель и штурмовик. Давайте почитаем про них. Защитник. Так, эффективен против средней авиации, легкая броня, уязвим для пулемета. Так, эффективен против средней техники, но я имею в виду сокрушитель. Может атаковать лишь наземной целью, уязвим против пулемета. Походу они все тут, да, вот так и есть. Так, штурмовик эффективен против легкой брони. Так, эффективен против средней техники. Так, этот, значит, против пехоты неплохо, этот против техники, а этот против авиации, ну и также против техники, значит, да. Ну давайте тогда... Да по одному таких посадим. Да и пусть сидят, я думаю, хватит нам. Давайте, ребят, садитесь. Так, найти кристалл улучшения Тиберия. Давайте построим юнитов, чтобы каким-нибудь можно было хоть передвигаться, так отменивать. Ладно, все, пока хватит. Противоздух, конечно, не построили, ну и хрен с ним. Так, а что надо сделать? Найти кристалл лучше Тиберия. Ну, нашел, и что? А, вот, все. Понятно. И что мне с ним делать теперь? Ага, все, понял. Ой, друг. Да, я сразу заметил, то есть... Какой юнит несет кристалл, он намного медленнее, ведь и начал передвигаться. Блин, а по нацепил сколько оборудования на себя, охренеть. Пока он добежит, блин, я успею в туалет еще сходить. Так, а вот этот красный кристалл мне не надо брать? Я, мне кажется, все-таки надо. Давайте проверим. Давай, бери. А, он... О, видите, доступен инженер. Давайте построим. Узел захвачен, командор. Славная работа. Теперь узнаем, откуда прибывают войска нот. Получено новое задание. Так, тут у нас повышение... Панельное улучшение. Так, что тут можем улучшить? Да, подождите, куда противник? Я только это... Тут начал это... Ладно, я думаю, без меня тут продержится. Инженер может чинить и постройки, и юнитов, по-моему. Ладно, давайте подумаем тут насчет улучшения. Так, повышение точности, пассивное улучшение, шансов... Давайте прямо с этого начнем. Я не буду дальше читать. Пусть все будут у нас повышены. Так, инженер, наверное, возьмем, наверное, с собой. Пусть он восстанавливает там юнитов. Кстати, можем еще больше юнитов построить. Ничего себе. Давайте туда построим растором, раз нам такая возможно, сдается. Вот это хреново, что они ввели реально, вот. Пятяки командования. Нахрена они здесь нужны? Да игру зачем так переделывали? Силы Гидеона обходят нас с фланга через тоннели. Их нужно уничтожить. Так, надо... Так, уничтожьте тоннели. О, мы захватили пункт. Нам бы краулер переместить сюда, и тут оборону сделать. Но мы не сможем построить пушки. Как видите, у нас лимит исчерпан. Ой, там уже вон какой-то пехотимец. Стоитам и лоб, и все. Где корабль против, вы что, издеваетесь? Ой-ой-ой. Ребят, можно войти дружить будем, а? Гляньте, ремонтный какой-то тоже был. Давайте ломайте эту хрень ремонтную. Все замечательно. Так, инженер, ты должен мне тут это... ...восстановить моих юнитов. Вот видите, он начинает восстанавливать. Так, ну что, все? Не, я тебе сказал, все их восстановить, давай. Сейчас установит он их, и мы пойдем дальше. Все, ладно, хорош. Или с нами, что ли, пошли? Да, все-таки пусть с нами он идет. Если еще будет чинить. Только вот не опережай войска, ну зачем? Тут бункер какой-то стоит, и как вижу, да? По-моему, инженер, кстати, тоже может атаковать, если не ошибаюсь. Вот видите, да, он атакует. Только вот убить его могут быстро, не надо. Так, ну что, теперь, по-моему, вот сюда надо, да? Я как понял. Вон их база. О, вот сюда можно пехоту посадить. Слушайте. Ребятки, а ну на выход. Ребят, вы пойдете вот сюда. Поближе, мне кажется, надо бы. Ух ты, мы захватили какое-то орудие. Аж подскочил он. Так, вот это, я как понимаю, ранг. Давайте присмотримся. Да, видите, это ранг. Вот эти в коробочках, которые лежат, это ранг. Замечательно. Так, это тоже сюда можно в здание садиться. Круто. Так, и мы сцены где-то. Ну тут ладно. А, во-во, видите, у нас появились очки энергии еще. Значит, можем еще построить оборонительные постройки. Так, дружище, давай-ка мне давай-ка мы с тобой построим тут ракитные башни на всякий случай. Ой-ой-ой. Постройка готова. Да ешкин. Блин, я вот не мог привыкнуть к этому управлению, действительно. Она вот... Немножко другое. Ух ты, прям какой-то робот. Так, инженер потихонечку устанавливает наши войска. Захватите центр СКТ. Я как понял, вот этот центр и есть, да? Ну почему-то мои войска атакуют его автоматами. Эй, ребят, нам если его действительно захватывать, то что вы его атакуете-то? Так, инженер. То есть, значит, восстанавливать войска, блин. Ой, и назад. Давайте отойдем, наверное, мне кажется. Что-то их чересчур много. Инженер, восстанавливаю мне войска. Не стой. Походите, ну-ка. Узел контроля тебе. Ну да, это узел, а центр СКТ. Блин, я вот просто бы сейчас уничтожил вот это здание, и нибудь будет миссия провальная, а я не хотел бы. Сейчас вот эти бункеры уничтожим. Заодно, кстати, захватываем узел. Захватили! А, все, это и был центр. Понятно. Отлично, команда. С экстремистами покончено. Узел отбит. Ого! Да, вторая миссия довольно тоже легкая, такая, я бы сказал, даже обучающая тоже. И вот тут, я думаю, давайте закончим на этом серию, так что, надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи. Всем пока.